Нижегородец Александр, который просил не называть свою фамилию, приобрел пневматическое оружие два года назад. Молодой человек работает до глубокой ночи, и дорога домой для него – настоящее небезопасное путешествие. Когда в кармане есть такая защита, намного спокойнее. Как говорит Александр, к счастью, за два года ей воспользоваться пришлось лишь однажды. Пришлось один раз, скажем так, припугнуть человека, который пытался напасть. Ну, видимо, в наркотическом обвинении был, пытался напасть на меня. Я припугнул его, ну, он вроде понял, что не стоит этого делать, и все, закончилось благополучно. За пневматику Александра законодатели дают полторы тысячи рублей. В то же время сам он покупал пистолет за пять тысяч. Говорит, что такое предложение его заинтересует навряд ли. Цену, которую предлагают за сдачу оружия, мне кажется, она просто нерентабельна. Потому что человек покупает там за одну цену, да, сдает ее за другую. Ну, если, конечно, ему уже не нужен, он, да, там, уже наигрался, скажем так, или для самообороны ему уже незачем, он, да, то, в принципе, можно сдать. Ну, я вот не пойду никуда его сдавать, я при себе его оставлю. В оружейном прайс-листе постановления перечислено около десяти видов оружия. И некоторые расценки, как говорят продавцы, вполне адекватные. Особенно для тех экземпляров, которые свое уже отслужили. Например, газовые пистолеты. Всего дешевле, ой, дороже сдать куда-то там в разрешительную систему, там, за бесплатно просто принимают, на уничтожение. А тут, если человек имеет какие-то деньги, наверное, если, допустим, там, вот сколько, две тысячи рублей, полторы тысячи рублей, ну, это вполне нормально. Кроме того, в списке есть боевое огнестрельное оружие. Его купят за четыре тысячи. Охотничье ружье за две тысячи. Цена боевых гранат – три тысячи рублей. Продавец, а по совместительству владелец оружия Дмитрий Бубнов считает это постановление хорошим предложением со стороны властей. Теперь нижегородцы будут знать, как безопасно и с выгодой можно утилизировать бесхозное или пришедшее в негодность орудие. Немаловажно, как отмечает специалист, и то, что приниматься будут боеприпасы, которые от старости могут просто взорваться. И 20 рублей за штуку – это даже дороже, чем в специализированных магазинах. Помимо этого, деньги можно получить и за информацию о незаконно хранящемся оружии. Это постановление должно помочь обезопасить нижегородцев. Но последнее слово остается за самими обладателями оружия. И время подумать еще есть. Постановление приняли, но деньги на его реализацию еще не выделили. Елена Демидова, Николай Хлобыстов, Служба новостей город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова